Я беру какую-нибудь понравившуюся шапку и даю человеку задание. Продай мне, пожалуйста, например, вот эту замечательную ушанку. Этот тест проходит каждый претендент на открытую в этом магазине вакансию. От продавца-консультанта говорят, много не просят, просто чтобы продавец продавал. В этом случае головные уборы. Но несмотря на многочисленные звонки, вакансия не закрывается уже третью неделю. Иногда люди просто не приходят на собеседование. То есть, да, назначают собеседование, договариваемся о времени, уточняем, что да, вы будете, да, я приду. И человек просто не приходит. Ему не ищем какого-то там супермена или сверхчеловека. Человек должен обладать коммуникативными навыками, должен знать технику продаж. Это обязательно при работе с покупателем. Но и с обязательным минимумом возникают проблемы. Это, говорят эксперты, даже сильнее сказывается на статистике по безработице, чем сокращение. Хорошие компании ждут хороших сотрудников. За бесполезных платить не готовы. Именно этим отличается кризис 2015-2017 от экономических проблем 2009 года. Там просто брали и сокращали людей, сокращали заработные платы, все. Сейчас делают не так. Сейчас подходит очень умно и очень продуманно. Садится руководитель и считает, у меня есть 12 сотрудников, у меня есть вот такой объем работы. Объем работы он не уменьшает. Он просто просчитывает, просматривает, я не знаю, там проводит тайм-менеджмент, смотрит, кто больше пьет чаю в офисе, кто больше выпивает кофе. Этих людей убирают. Тем людям, которые остались, естественно, добавляется работа, но заработная плата остается тоже. Причем ненужных убирают чаще именно под Новый год. Это практика крупных компаний. Вот и получается, что в соискателях людей много, но уже уволенных за бесполезность. На рынке не хватает профессионалов, не хватает специалистов. И даже те люди, которые вышли на рынок труда, вышли не специалисты своего дела, а те люди, которые не умеют либо не хотят работать. Но, прежде всего, культура поиска работы все-таки для соискателей – это не норма. Даже вот эта мелочь, как название электронного адреса, на это тоже не обращают внимания, когда там появляется какой-нибудь супермен в собакамейл.ру – это тоже работодателя отталкивает. Стать привлекательным суперменом можно просто, добавляют аналитики. Первое – нужно завести деловой почтовый ящик с нейтральным названием. Второе – с этого адреса нужно отправлять правильное резюме с фотографией в деловом стиле, с подробным описанием опыта работы, но важно – опыта именно в той сфере, которая относится к работе, на которую вы претендуете. И третье – отправлять резюме нужно на конкретную вакансию и на верный электронный адрес, уточнить который можно по телефону, указанному в объявлении о работе. Причем это советы и для супермена-продавца, и для соискателя на руководящую должность. Екатерина Кашучек, Николай Чистяков, Виталий Субботин, Новости ТВК.